После случая в Силаме стало совершенно очевидно, что насилие в школах и детских садах – это та область, на которой нельзя экономить. Конечно, травлю в школах была всегда и не только в Эстонии. Стоит, однако, отметить, что за последние 15-20 лет все же ситуация изменилась. Заработали разные программы по предупреждению насилия как в школе, так и в детском саду. Государство затратило в этом году на них почти полмиллиона евро. А в 2018-м 60% общеобразовательных школ и 80% дошкольных учреждений в Эстонии применяли ту или иную программу, которая нацелена на снижение травли среди детей. Согласно опросу, проведенному среди учащихся восьмых классов основных школ, треть учеников сталкивалась с подобными случаями обитой унижений. По мнению министра образования и науки, это слишком много. Мы всегда инспектора послаем, посмотрим, что там происходит. Я могу сказать, что я никогда никакого, ни одного письма такого не забывала. И в этом году были, ну, 3-4 раза, когда ученики сами писали, говорили вот там такие-такие запытия. И всегда инспекторы посмотрели, что в школе происходит и спросили самоуправление, что там происходит. Конечно, вся информация о случаях школьного насилия до министра не дойдет. И не во всех школах есть психологи и специально подготовленные педагоги, которые занимаются именно такими случаями. В очень многих учебных заведениях заявляют, что у них ничего подобного нет. Хотя трудно поверить, что в некоторых школах обучаются особенно воспитанные дети, которые никогда не проявляют агрессии. Руководитель парламентской группы по борьбе с травлей в школе считает, что программа по борьбе с насилием хорошо работает в эстонской столице, чего не скажешь о других регионах. В этой школе в Силамее, в которой произошла трагедия, там не было применено ни одной программы, которая нацелена на борьбу со школьным насилием. А статистика на самом деле говорит о том, что в тех школах и детских садах, где используется та или иная программа, даже может быть не столь важно, какая именно программа используется, то эти случаи школьного насилия, они на самом деле снижаются, потому что важно понимать, что в рамках этой программы с детьми разговаривают, общаются. Трагический пример десятилетнего Саши говорит о том, что ни один случай не должен оставаться без внимания. Взрослые ведь не знают, что творится в душе у маленького человека и когда именно чаша терпения может быть переполнена. Если все это поймут и при необходимости будут вмешиваться, а иногда и сигнализировать в соответствующие инстанции, то тогда мы сможем прийти и к школам свободным от насилия. Лена Туровская, Роман Васильев, Первый Балтийский канал.